Ребята, здорово! Это запись нашего прямого эфира с суровым кето-тренером Валерием. И то, что вы сейчас увидите, это была лайв-коллаборация в его инстаграм-профиле. Я заранее извиняюсь за, во-первых, вертикально организованное видео, иначе никак. Это инстаграм, ребята. И, конечно, отдельное извинение за то, что у меня были небольшие проблемы технические с стабилизатором камеры. Но я думаю, если вам будет интересно смотреть, все эти мелочи вам не помешают. Ведь самая важная это информация и наш опыт, которым мы хотели поделиться в течение всего этого видео. Ребята, спасибо вам огромное за внимание, как всегда, и приятного просмотра. Вперед! Здравствуйте, дорогие! Алексей уже практически сейчас будет с нами и... Парабим-барабам-барабум! Вот я его добавляю. Ворон-1986. Это так звучит, так позывной. Соединяется и... Есть! Я здесь с вами. Здравствуйте, ребята! Подключился, подключился, наконец-то. Сейчас посмотрим, как у нас техническая сторона этого вопроса будет работать. Я надеюсь, все будет хорошо. А звук от тебя идет великолепно. От меня хорошо идет? Да, слышу тебя хорошо. Какая новая... Вот так. Какая новая, крутая вещь, добавляться в гости в... Опа! В прямом эфире инстаграма. Ну что, будем работать? Да, не будем терять нашего драгоценного времени. Какая погода у тебя, я вижу. Да. У нас сегодня прошел дождик, в общем-то, примерно такая же погодка. Ага. Красота. Так, у нас в гостях сегодня Алексей Ворон. Не побоюсь этого слова. Он серьезнейший специалист в области интервального голодания и силового тренинга, а также в общих аспектах здорового образа жизни. Чем мне импонирует этот чудесный молодой человек? Я могу себе позволить такую... ...послушать, потому что я уже в возрасте. Вот. Мне импонирует, первое, его тщательный подход к теме. А второе, третье, четвертое, пятое, это его бешеный задор. Когда у нас в прошлый раз был эфир, мне потом писали, слушайте, этот парень точно ничего не принимает, потому что из него энергия просто бешеным ключом льет. Итак, есть ли что добавить к этому, Алексей? Ты знаешь, Валерий, на самом деле энергия – это, пожалуй, главный, главный аспект, из-за которого периодическое голодание для меня является ключом продуктивности. И сохраняя такой темп целый день, без перерывов на еду и без перерывов на передышки, без перерывов на кофе, на поспать, я могу только использовать периодическое голодание. Ну и, конечно, кофе время от времени, но кофе на данный момент 2-3 стаканчика в день я употребляю немного. Ну и, конечно, сегодня мы будем говорить о тренировках. Тренировки, я думаю, на периодическом голодании. Те люди, которые пробовали, оценили, насколько круто чувствовать этот памп и энергию, и отсутствие отягощенности пищей в желудке во время силового тренинга. А вот скажи мне, пожалуйста, ты же наверняка имел опыт силовых тренировок до того, как начал практиковать интервальное голодание. То есть ты же, очевидно, прошел классическую школу советского бодибилдинга, где нельзя было представить, как можно пойти на тренировку на пустой желудок. Это было хуже преступления, ведь верно? Однозначно, однозначно. И, знаешь, мало того, когда... Что там у вас? Все нормально? Да? Я вот тут борюсь, видишь, со стабилизатором, пытаюсь его заставить работать в вертикальной ориентировке. И он прикольно работает? Да. Ну так вот, продолжай, рассказывай. Так вот, конечно же, однозначно, долгие годы тренировок, долгие годы зажираний, перед залом пойти закинуться пирожком, после зала, обязательно после зала, это как отче наш банан. И только недавно мне показали комментарии... Прямо, прямо в тренировке, до душа, обязательно. Естественно, быстрых углеводов надо поднять инсулин, но особо никто не задавался вопросом, зачем просто так было написано в каком-то журнале, где-то, где-то кто-то сказал, или вон тот огромный парень в зале, вот он точно знает, вот он советует, он знает лучше. И, конечно, да, все заедали, а потом, значит, год, два, три силовые растут однозначно, но при этом такое количество сала прибивает, такое количество жира, и ты начинаешь задумываться, блин, а что же здесь не так? Особенно недавно мне писали вопрос, банан, кто-то там из блогеров, опять же, мы никогда никого не судим, ну, просто сам, знаешь, смешно говорит, а вот там Вася или Петя там советуют банан после тренировки обязательно съесть. И у меня сразу вопрос, а знаете ли вы, зачем нужен этот банан после тренировки? Что он дает? Не просто, что Вася сказал, а Петя там подслушал. Что фактически, то есть углеводы, да, из банана, как они работают при попадании в организм, какой баланс гормонов начинает преобладать, доминировать после силовой тренировки? Что ты получаешь? Да, тестостерон, ты получаешь выплеск анаболических гормонов, ты съел свой долбанный банан, инсулин на-даверх, и все. Дальше идет вопрос жирозапасания и о росте мышечном. Никакого вопроса дальше не стоит. Хорошо. С этим я абсолютно согласен. Вот такой интересный аспект. Существует огромное количество видов физической активности, и мы за то, чтобы наши подписчики практиковали любой, хотя бы какой-нибудь, потому что любая физическая активность это уже большой плюс. Но с твоей точки зрения, согласен ли ты? Вот. Трамвай. Трамвай. Чудесный пражский трамвай. Да. Слушай, если я тебя вот так разверну, насколько хуже меня видно, скажи мне, пожалуйста. Ты спроси об этом у подписчика. Мне-то ты дорог в любом виде. Даже на боку. Ребята, вы мне скажите, пожалуйста, если я вас вот так разверну, насколько это драматически влияет на... Я могу подыграть тебе. Я понял. То есть не вариант. Я понял. Так вот, с твоей точки зрения, согласен ты, что силовой тренинг именно вот в олдскульной манере, базовые упражнения, в невысоком диапазоне повторений, это оптимальный способ стимулировать выработку как гормона роста, так и тестостерона. Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Низкоинтенсивно, с большим весом. Это база, на которой строится все. Интенсив добавляется потом. То есть если мы говорим о росте мышц, если мы говорим о... Главная задача какая у нас? Построить, например, грудь, или построить, например, ноги, или построить там то, что хочет. Бицепс, грудку, что угодно. Все это строится, естественно, на тестостероне, и все это строится, естественно, на весах. То есть никто еще, мне кажется, в жизни никогда не показал каких-то адекватных достижений спортивных, поднимая там штангу весом в 10 килограмм. По-любому, ты будешь поднимать тяжело. И если ты хочешь поднимать тяжело, интенсивность будет низкой. А если интенсивность будет низкой, то и, соответственно, количество повторений не будет большим. Я абсолютно... Разъясни, пожалуйста, для некоторых, что интенсивность – это не мокрая майка и тяжелое дыхание на тренировках. Естественно. Смотри, на мой взгляд, есть несколько... Ну, как я строю... Блин, я на самом деле строю такое количество тренировок, что мне даже... Если мы говорим о низкоинтенсивном, но при этом тяжелом тренинге, на мой взгляд, оптимальная схема – это 5 на 5. Иногда это даже 5 подходов, но 3 повторения, 2 повторения. Я иногда приседаю по схеме подход... Опа, улетел. Подход 3 повторения, следующий подход 4, следующий 5, следующий 4, следующий 3. Такая пирамида. То есть очень низкоинтенсивно. Ну, все это, там, минут за 20-25. И, на мой взгляд, вот именно так, так люди прогрессируют. А спрогрессировать иначе, как? Приседая 20 килограмм, ну, это тонус, хорошо, это физкультура. И 20 килограмм ты можешь присесть 30 раз. Да, я согласен. Но пойди попробуй приседать 100, например, те же 30 раз подряд. И что с тобой останется там от ног и от всего? Это невозможно. Прокомментируй, пожалуйста, вот такой аспект. Я чувствую жжение в ягодицах. Значит, я хорошо прокручал ягодичные мышцы. Трамвай. Мы с вами ведем эфир из Праги, поэтому иногда они проезжают мимо. И когда они проезжают мимо, они мне очень мешают слышать то, что ты говоришь. Пожалуйста. Частично из Праги, частично из Флориды. И я повторю вопрос. Да, пожалуйста. Ощущение жжения в ягодицах рассматривается за показатель эффективности прокачки этих мышц. Ну, знаешь, жжение в мышечной группе, которая является целевой в данной тренировке, я считаю обязательной составляющей показателя работы мышц. Но иногда развитие нервно-мышечной связи у меня есть на моем опыте много девчонок, с которыми мы месяцами бились и пытались скрыть ее чувствовать попу. А она не чувствует. Включить ягодичную мышцу. Да. Она ее просто не чувствует. И потому что она не работает. В этих упражнениях, которые она делает, биомеханически другого движения невозможно сделать. То есть там полуизоляция, но фактически, если бы большая и малая ягодичная не работали, то она бы просто не подняла вес. Ты приведи пример, пожалуйста. Ну, пример очень просто. Выпрямление таза с упором лопатками на лавочке. Мостик. Да, мостик. Вес на тазе биомеханический, то есть мышцы, которые приводят в движение таз для того, чтобы вытолкать его наверх, а в этом упражнении желательно... Только ягодичные. Конечно, ноги есть. В статике работают ноги, пресс, но в основном это ягодицы. 100%. Большая, мало ягодичная, медленно вниз и выстрел наверх. Выстрел наверх и она наверху ее удерживает там 2-3 секунды и все. Вот отлично, все хорошо, все получилось. Но часто девчонки просто не чувствуют, не чувствуют мышцу не потому, что она не работает, потому что она годами ни хрена не работала. В принципе, и вот, да, нервно-мышечная связь, о которой мы говорим, это же на примитивном языке просто прорастание нервных окончаний через мышцу, которые позволяют ощущать Жень. Абсолютно. Да, вот смотри, наша славянская девчонка, у меня занимается, она ни хрена не чувствовала попу первые два месяца. Первые два месяца она ни хрена не чувствовала, потом она начала во время тренировки чувствовать это сжение. Но самое прикольное, что когда она восстанавливала, скрипатура в ягодицах была. И она говорит, как бы есть, но как бы немного. А с другой стороны, генетически предрасположены бразильянки, у меня занималась девчонка-бразильянка, с той попой, с которой она пришла, они мечтают большинство славянских девочек изначально. И она чувствовала все сразу, моментально, так, с первого занятия, с первой тренировки. Просто у нее отпадало, горело, и она кричала на весь зал. Опять же, генетика, генетика, и девчонки славянские, они отличаются немножко генетически, опять же, не все, у многих чувствительность прекрасная, у многих чувствительность слабая. поэтому... Но это все развиваемо, ведь верно? Однозначно. Это все развиваемо постоянными тренировками. Да, я считаю, полтора-два месяца, и ты начинаешь чувствовать свою работу. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, частота прокачки мышечной группы в неделю? В зависимости от ее размера, бицепс раз в три-четыре дня можно работать, но если смысл, я беру за ориентир ноги. Два раза в неделю ноги качают только те люди, у которых восстановление проходит, как у киборга. 7-10 дней это восстановление после хорошей тренировки ног. Если ты в состоянии тренировать ноги после трех дней, значит, это была не тренировка ног, это была просто легкая физкультура. На третий день только ты начинаешь пытаться как-то ходить и не стонать во время хода. Однако к такой степени интенсивности нужно подойти постепенно. Новичок не убьет ноги за раз. Нет? В зависимости от того, кто с ним занимается. Я, если провожу занятия, я всегда нормирую нагрузку, то есть я не делаю фанатично, знаешь, вот я знаю лучше, чем ты, давай я сейчас тебе покажу, как он может болеть. Это прерогатива некомпетентных тренеров, некомпетентных наставников, но даже проведя полу-лайт тренировку первую с большинством моих учеников, они как раз и больше всего прикалываются потом на предмет того, что просто не могу встать на второй, третий день после первой тренировки. Даже при слове, что она легче, она более лайтовая, но все равно мы пытаемся включить те группы, которые до этого не работали. И без фанатизма, без супер интенсива или супер больших весов даже своим телом можно весом своего тела проработать так в первую тренировку, что потом она не встанет через 2-3 дня. Но большого ума не надо девочку засунуть под тяжелейший какой-нибудь тренажер и сделать ей больно, чтобы она думала, что ты что-то знаешь. Да, так можно прийти к неприятным последствиям. Абсолютно. А твои подопечные на трехдневном сприте, правильно? Ты знаешь, все тело мы проходим где-то дней за 10. Три тренировки. Три тренировки, да. Но опять же, все зависит, цена сегодня или он сегодня пришел. И в зависимости от того, какое состояние у человека, если он чувствует себя, неважно. Мы немножко поменяем. Примерно. я никогда не составляю тренировочных программ для людей наперед на месяц. У меня есть примерный курс движения, где я хочу его видеть через там 2-3 тренировки. Но это при условии, что ты с ним в зале. Ну, конечно. А без меня никто не занимается. Все занимаются только со мной. И я слежу за людьми непосредственно за выполнением, за всем. То есть я не работаю... Моя работа не подразумевает дистанционную функционирование самостоятельно. Всегда, когда я веду занятия, я веду их и я надсматриваю над человеком, не отходя ни на шаг, потому что для меня... От меня зависит и техника, и безопасность. Вот примерно так. Хорошо. Это что касается тренинга. Если у кого-то есть вопросы, задавайте. Давай теперь коснемся нашего режима питания. питание, да? Да. Мы питаемся один раз в сутки. Я человек в преклонном возрасте, и поэтому я делаю себе еще 48-часовую паузу каждую неделю, чтобы продлить жизнь и вернуть молодость. Но мы не будем касаться этой паузы, а поговорим о режиме один прием в сутки. Расскажи, когда ты кушаешь и что этому предшествует, как долго это длится? Давай возьмем за пример вчерашний день. Далеко, чтобы не ходить. Я даже сделал фотографию. Ребята некоторые просили, Алексей, а давайте вы будете показывать, что вы едите. И я еще не дошел до той стадии, когда я пущу в Инстаграм еду. Дайдешь. Да. Вот, но вчера конец 24-часовой паузы в голодании. точнее 24-часовой паузы. Мы все поняли. Давай. наступил где-то в 21.00. И опять же, те, кто за мной следит, знают, что мой прием пищи не строится относительно того, когда закончится время, мой прием пищи строится относительно того, когда уснет ребенок. Поэтому исходя из этого, малыш заснул где-то в 9.15 и в 10 где-то мы сели кушать. Это был салат на мексиканский стиль. Господи, как и гуакомоле. Я где-нибудь спрошу фотографию, ребят, посмотрят. Короче, ты уже подошел близко к тому, что пусить еду. Да, да. Салат с авокадо и овощи и лук. Я считаю, что лук обязательно должен присутствовать. Лук это потрясающий лук и чеснок. Просто переоценить их важность невозможно в диете. Мало того, это еще продукты, которые проходят полностью пакета нормам и пакета требованиям просто невозможно переоценить. Подтверждаем. Да. Затем, просто тупо две утиные ноги. Две утиные ноги. и поскольку я, вы знаете, Валерий у нас ярый поклонник и практикант кета, я немножко отклоняюсь от этих, от этой практики. Вечером у меня был еще сыр олдамстердам 100 грамм где-то и три хурмы. То, что вообще не входит в норму кета. Три хурмы А мы сегодня не говорим о кета. И для всех наших друзей еще раз уточним. Интервальное голодание это режим приема пищи, а не тип рациона. Интервальное голодание можно практиковать на любом типе питания. На ПП, на вегетарианской еде, на кета. Это никак не связано. Однозначно. Однозначно ты прав. И тот набор продуктов, о котором я говорил, это две утиные большие ноги, большая миска салата с авокадо и овощами, три хурмы и 120 грамм сыра. Это красивейший пример палеодиеты. Красивейший, на мой взгляд, пример палеодиеты. Ты же согласен, что эстетический аспект не последнее место занимает. Однозначно, однозначно. Ты знаешь, я, наверное, поэтому и мало или вообще не пощуп пищу свою в инстаграм, потому что если я делаю посты, я стараюсь сделать это красиво, у меня есть творческая составляющая, я люблю снимать, у меня фотограф спит еще внутри где-то, и для того, чтобы засервировать пищу, нужно время, а когда вечером ты думаешь, ай, да на его нахер, надо же покушать, хватит уже снимать, все, вот хотя вчера тоже, ну так пару минут поставить, засервировать, и просто сам готовлю, и для меня еда это не просто набор белков, жиров и углеводов, для меня еда это такой эмоцион, процесс, с которым я люблю связываться на всех стадиях, и готовить все, и один из моих кумиров это Гордон, которого все смотрят, Гордон Рэмзи, потрясающий человек, и я на своем канале делал некоторые видео о еде, и стараюсь всегда уделять внимание деталям, и просто сфотать и выложить для меня это не очень окей, окей, скажи пожалуйста, в течение вот периода, когда ты воздержишься от приема пищи, ты сказал нам о кофе, какие еще жидкости ты потребляешь, вода, коньяк, это было в комедии когда-то, а что пьют папа, коньяк, значит, зеленый чай не приносит большого удовольствия, многие ребята любят, сегодня был вопрос только о зеленый чай порох, я пью только кофе и только воду, больше ничего, кофе иногда даже день целый проходит, я вообще забиваю, забываю выпить его в принципе, а вода, минеральная вода, лечебная минеральная вода, если я делаю схему, когда через день я пью воду с определенным ярко выраженным профилем, о чем я говорю сейчас, то есть мы берем воду, например, с большим содержанием, ну, например, магния, и пьем ее в течение там с утра с 8 до 12, я делаю загрузку водой с магнием, ее даже по этикетке на воде рекомендую пить там до полулитра в день, не больше, другую, другой день я беру, например, там с цинком вода, с ярко выраженным цинковым профилем, в Чехии, слава богу, у них есть очень много источников, и есть из чего выбрать, и остальную часть дня я пью просто воду талую, родниковую, либо та, которая хочется, но в основном с газами, люди иногда, знаешь, часто путают минеральную воду и газированную воду, и они думают, что минералка это та, которая с бульбашками, лидералка это та вода, которая содержит в себе какой-то выраженный минеральный профиль, после того, как она проходит из-под земли через отложения определенные и обогащается определенным каким-то профилем. Так вот, газированная вода в основном искусственно газированная углекислым газом, а иногда, в редких случаях, она природно газированная, но она не доживает до прилавков, поэтому вся, которая с бульбачками, это та, которая искусственно газированная, и она может быть просто вода, без никаких минералов, поэтому просто газированная. То есть, ты поднимаешь минерализацию рациона за счет введения этих вод? Да, именно так. Хорошо. Часто мучающий вопрос тех, кто практикует интервальное голодание. Прервут ли сливки, добавленные в кофе, в период голодания? Ты знаешь, с точки зрения эндокринологии, сливки в размере 20 грамм не поднимают уровень инсулина, особенно 30-процентные сливки. С точки зрения адекватных правил периодического голодания и здравого смысла, я бы, конечно, не рекомендовал вообще никакие жидкости, нежидкости с калориями. То есть, мы всегда говорим, что есть продукты, которые, в принципе, нейтральны для аминокислотного, нейтральны для уровня с точки зрения того, как они поднимают инсулин. Вот сливки 30-процентные, а если 30-процентные, то это хорошо, если повезло, они не поднимают уровень инсулина. Но я бы не рекомендовал в принципе добавлять никаких калорий до момента открытия пищи. Я считаю, здесь еще очень важен психологический момент. То есть, вы в диалоге со своим организмом объясняете ему, что никакой еды не будет. И маленькие поблажки, они только отсрочат период адаптации, вот и все. Я хочу сделать маленькое такое отступление, пользуясь случаем, что я сегодня ведущий, и задать тебе пару вопросов от своей подопечной, которая у меня на индивидуальном сопровождении. Она задала их выше, и мы их как-то пропустили. Давай. Отдых между подходами по времени и количество упражнений на группу мышц. Оксана, как для тебя? Отдых между подходами. об отдыхе между подходами, вааа, мой стабилизатор, смотри, сходит с ума. Сейчас, ребята, я вам расскажу. Нормально. Жесть. Сейчас, сейчас все будет. Смотри на него, смотри на него. Вот так, вращается. Он кронится. Вот, понимаешь, вышел, сейчас мы поговорим о вопросе спорта, однозначно, но, слава богу, вышла вчера версия Osmo Mobile 2, на которой я снимаю, и вот эти вопросы технические в нем решены. Osmo Mobile 2 будет стоить дешевле, и будет держать лучше батарейку, и можно заказать. Хорошо, что я подождал немножко. Ты абсолютно, да, ты абсолютно хорошо, что ты подождал, потому что он 150 долларов будет стоить в базовой комплектации, можно с Apple Home или с DJI заказать с конца января. И вот, вот эта техническая проблемка, которая сейчас, вот, то, на что я снимаю, создано, чтобы снимать в горизонте, а мы сейчас снимаем вертикально, и не совсем получается качественно. Поэтому, те, кого этот вопрос раздражает, ребят, извините, пожалуйста, я не специально это делаю. Вы же знаете, я люблю кинематографичность. Так вот, пожалуйста, ты не мог бы озвучить свой вопрос еще раз, я извиняюсь. Перерывы между подходами, сколько время оптимальность в твоей точке зрения и количество упражнений на группу мышц? Перерывы между подходами. Ты знаешь, я постоянно ухожу в лирическую составляющую, как Кай Грин. для меня отдых может быть 15, может быть 30, может быть минуту. Я ориентируюсь не на время, а я ориентируюсь на пульс. Я ориентируюсь на... Если я чувствую, что сердце вылетает, это значит 190+, значит, пора немножко убавить. Если я чувствую, что я опускаюсь ниже 110-115, я начинаю работать. И такой уровень ощущения своего организма безусловно требует какого-то времени и проработки, и опыта. С моими подопечными я занимаюсь по тому же принципу и стараюсь держать всегда их, в зависимости от их способностей, на пульсе, на окне. Мы занимаемся по пульсу. И относительно этого я выстраиваю отдых. Если, например, ну возьмем, вчера у меня была Дарья, она просто как сумасшедшая, как заведенная, фигачит без пауз, без отдых. У нас ну 30-20 секунд, 15 между упражнениями, махигирями, приседания, спринты на дорожке. И она делает, делает, потому что она подготовленная, она бегает с найком, она очень-очень спортивная. И поэтому паузы 15 секунд даже между тяжелейшими подходами. А например, если мы возьмем кого-нибудь с менее ярко выраженной подготовкой, то там я стараюсь работать на пульсе не 140-190, а где-то 90-130, потому что людям тяжело, и тогда паузы дольше. это все настолько индивидуально. И точно так же индивидуален для меня подход относительно количества повторений. Я лично для себя делаю по ощущениям, когда я чувствую, что проработал, но не меньше трех-пяти подходов. Иногда это один подход, но он такой. Я не говорил, что это салат. Так вот, возвращаясь к салату, на регулярной ли основе ежедневно ли в твоем рационе присутствуют зеленолистные овощи? Нет, зеленолистные у меня не присутствуют постоянно. Я включаю 2-3 раза в неделю. Если есть возможность включить, и оно есть в холодильнике, безусловно, оно будет у меня на тарелке. Если его не было у меня на тарелке 2-3 дня, то я делаю из него смузи, там полкилограмма, например, шпината, либо водой. Смотри, убийственная комбинация зеленухи, это любая зелень, которая есть, немножко воды, немножко лимона, ложка меда, это когда мы уже открылись. Но не для китозников, а для китозников. Да-да-да, тут все понимают. И можно там пару кубиков льда. И все это я выпиваю залпом и получаю от этого удовольствия 0,0, ну потому что нужно. А то, от чего я получаю удовольствие, это когда у меня чуть больше времени использую ту же зелень. И заливаю это не водой, а заливаю это отжатым морковно-яблочным соком из центрифужной. Без мякоти? Да, без мякоти. Но обязательно нужно понимать, что любой смузи должен состоять именно из зелени, перебитой, не отжатой. Зелень должна быть перебитой, зелень должна попадать в организм. Да, это резон. Я еще хочу добавить несколько слов об овощах. Волей-неволей мы все-таки коснемся кетогенной диеты. Да, я придерживаюсь кетогенной диеты, стараюсь не выходить из китоза длительное время, никаких рефидов и прочее. Так вот, я доверяю мнению многих специалистов, которые считают, что в глубоком кетозе есть смысл поддерживать здоровье печени темно-зеленолистыми овощами. Поэтому в моем рационе, да, салат – это must-have. То есть ежедневно у меня огромная миска, там, весом, не знаю, грамм, наверное, не миска, а содержимое миски. Грамм 600 – это обязательно кейл, обязательно спаржа, обязательно петрушка, обязательно, не знаю, мангольд или ботва, свеклы и так далее. То есть я стараюсь уделять внимание темно-зеленолистым овощам, овощам рассматриваю их как источник и растворимой, и нерастворимой клетчатки, и, конечно, минералов. То есть у меня салат на постоянной основе, потому что я стараюсь заботиться о здоровье печени. Но, конечно, если вы не в кетозе, то это вовсе не обязательно. Да, абсолютно согласен. И на тех же регулярных основаниях обязательно должна присутствовать квашеная, либо слабосоленая, овощная, сто грамм ежедневно. Да, огурцы, капуста, что есть? Кимчи, кимчи тоже неплохой вариант. Кимчи прекрасно, прекрасно. Капуста, знаешь, у чехов здесь она квашеная. Можно на корейском рынке купить именно кимчи с таким вот, с их определенными специями. Ну, в общем, смысл в том, что ребята, которые берут малосольно, берут, которые бродят или под гнетом, отстойно, это очень хорошо. Потому что такое потрясающее количество энзимов и такое потрясающее количество витаминов. И у меня даже есть видео, которое называется, или где-то я говорил о продукте с самым высоким содержанием витамина С. Ребята говорят, это лайм, это лимон. Это капуста, квашеная капуста. Да, вот. И люди просто такие, как квашеная капуста? Вот так квашеная капуста. И когда люди болеют, вчера у меня ребята задавали вопрос, говорят, а вот когда я начинаю заболевать, я пью витамин С и куплен в аптеке, это, господи, аскорбиновая кислота. Я говорю, знаете, что аскорбиновая кислота вообще ничего общего с витамином С не имеет в принципе. Это просто как бы сладкая конфетка и все. То есть, если вы хотите витамин С, выжейтесь и сделайте себе прэш из лимонов, лаймов или съешьте, блин, миску капусты и будет вам вот такое вот счастье. Есть ли для тебя такое понятие, как список продуктов must-have? То есть, то, что ты ешь каждый день обязательно. Ты знаешь, как и с тренировками, я средний знаменатель вывожу. То есть, каждый день я не могу тебе сказать, что есть что-то, что я вот по-любому должен иметь в рационе своем. То есть, овощи, да, если нет овощей, квашеная, да, если нет квашеного, то заменяем фасолью, заменяем чем угодно. То есть, должно быть что-то про сверххождение растительного по-любому. Это да, я стараюсь, но опять же, не каждый день одно и то же. Я просто устаю от одного и того же, не могу есть одно и то же. Я уже затронул сегодня эту тему. Есть люди, которые, они очень непривередливые в виде. Им как бы пофигу, ты ему говоришь кушать столько-то, и вот он кушает столько-то там в течение месяца. И я, честно говоря, завидую этим людям. Я постоянно изыски какие-то придумываю, и мясо постоянно разное. Когда-то мне иногда просто, вот как прошлым летом, просто там 75 дней вообще без мяса. И тогда, конечно, must-have был сыр и орехи каждый день, чтобы выполнять по-любому. И все равно этого не хватило для того, чтобы восстанавливаться адекватно и удерживать силовые. Все равно силовые посыпались без мяса. Но это был интересный эксперимент, который для тебя многие люди пояснили. Однозначно, это был потрясающе интересный, крутой эксперимент. Я очень понимаю ребят вегетарианцев, их убеждения, их ощущения, и прекрасно понимаю, зачем это делается. Вот, да, очень часто там слышишь в комментариях или там приличных обращениях, там, вы же не доктор, вы же не глубокий специалист в эндокринологии, вы же не биолог. Да, я не биолог и не доктор, он тоже не биолог и не доктор, но мы очень многие вещи тестируем на себе. Мы анализируем огромный объем информации, чтобы подать его вам в удобоваримой, логической, а в некоторых моментах и зажигательной форме. Такая образовательная функция, да, она зачастую заключается в том, чтобы помочь вам, не глупому человеку, имеющему большой объем информации, просто разложить это все по полочкам и провести связи между блоками информации. Помочь вам упорядочить знания о том или ином рационе, питании, тренировках. И зачем я все это сказал, чтобы элегантно подвести к теме кетолагеря. Это наш образовательный проект, куда Алексей, конечно, не всякого сомнения приглашен, а возможно он найдет время и проведет там пару интересных лекций для наших пионеров. Если здесь присутствуют пионеры, которые прошли первую смену кетолагеря, хотелось бы услышать, интересно ли им такой вариант. Так вот, вся информация о нашем образовательном проекте кетолагеря и в моем профиле, и на нашем сайте, и мы всем будем рады, мы будем всем рады. Так вот, короткая реклама закончилась, и мы переходим к следующим аспектам. Наверное, не последним моментом будут пищевые добавки, которые присутствуют на твоей тумбочке. На постоянной основе. Да, замечательная тема. Сейчас я только включу относительно предыдущего. Ты знаешь, здесь, поскольку я работаю, вот ты вот сказал, вы же не врачи, не биологи, не эндокринологи. Я тоже часто слышу это, и на моем сайте размещены мои дипломы. То есть здесь, поскольку я работаю лично с людьми, для того, чтобы подойти к человеку, я дипломированный специалист, диетолог, реабилитолог, тренер фитнеса, бодибилдинга и прочих разных моментов. Там четыре этих диплома. Смысл в том, что я бы их и не защищал, я бы их и не получал, если бы это не требовалось с точки зрения закона, потому что я работаю с людьми физически. Но знания, которые у меня есть, знания, которые я расширяю каждый день, практический опыт, который у меня есть, на сдачу этих экзаменов никоим образом не влияли. То есть там меня не научили ничему тому, что я уже не знал. И, честно говоря, сдача экзаменов перед медицинской комиссией, там тыкаешь пальцем в скелет, там гускулату разные тесты, там следит комиссия. Все это было очень легко и просто. Потому что уровень, например, знаний человека, который любит свое дело, всегда выше, чем уровень требуемого какого-то тестирования. И, опять же, для того, чтобы работать с людьми, бумажка есть. Потому что могут прийти и спросить, а на каких основаниях вы это делаете? Вот. Это, к слову, о том, что действительно вы, как специалисты своего профиля, знаете намного больше, чем так званые врачи. Потому что я иногда сам консультирую врачей. И врачи сами учатся иногда по схемам устаревшим. Или вы же знаете, как у нас людей учат. Человек получил корочку медицинскую, а сам врач, который платил за каждый экзамен. Ну, это просто стыд и позор. О чем говорить? Я тренирую врача-педиатра, который сам говорит, Леша говорит, я бы к жизни, к ребенку не подошел. Говорит, потому что я знаю 0,0. Там уплачено, здесь уплачено. А сам он работает в фэшн индустрии и вообще в принципе. Поэтому для меня звание и диплом врача ничего не означает. Означает искренняя преданность и любовь к своему делу. Я добавлю, что у нас с Ленкой на сопровождении есть люди с высшим медицинским образованием. И среди них есть практикующие врачи. И мы ведем их по кето и интервальному голоданию. Это нормально абсолютно. Да, это знаешь, как есть врач-кардиолог, который ничего, например, не смыслит в эндокринологии. Есть врач-эндокринолог, который ничего не смыслит, например, в травматологии. И вы же врач, сделайте что-то. Я не знаю, я кардиолог, но у него отрывана нога. Понимаешь, это абсолютно разные вещи. Как бы, что делать, как делать. И возвращаясь к истории о добавках. Ты знаешь, я людям, в зависимости от их потребностей, в зависимости от того, как они себя чувствуют, какие они выражают не симптомы, но ощущения по жизни. Например, там спазмы в мышцах я советую одно. Если, например, дергается глазик, я советую другое. Лично у меня из-за сбалансированной диеты, из-за тренировок, из-за всего есть вот такая вагонная, маленькая тележка, всего в тумбочке лежит, но я не пью ничего. Иногда я пью магний, и время от времени я подключаю К2 для профилактики. Не потому что я чувствую какие-то неполадки, а потому что просто так нужно, я знаю, что нужно включить. И все. Я не пью ничего на предмет того, что нужно пить. Но это просто заслуга последних 15 или 10 лет занятий, еды, тренировок и прочих разных дел. Это далеко не у каждого человека так происходит. И я считаю, что нужно пить целый набор разных таблеток. Но если их можно заменить всегда естественным источником вот такой горой и миской салата, это всегда стоит отдать предпочтение миски салата, которая даст вам тот же магний, тот же цинк, тот же кальций, тоже все-все-все, я лучше выпью там смузи из зелени, чем съем 10 таблеток, например. Я немножко промотал наверх, и был интересный вопрос от Толлиники. Она пишет, интервальное голодание и бодибилдинг в итоге снижение подкожного жира или рост мышц? Вопросительный знак. Подкожный знак, я бы сказал. И да, это и то, и то. И я не могу разделить... Интервальное голодание – это образ жизни. Бодибилдинг – это любимое занятие, дело. И то, бодибилдинг – это термин выкованных людьми, которые используют гормоны. У нас это, мы назовем это физической культурой, фитнесом по-английски. И на интервальном голодании однозначно ты можешь худеть, ты можешь набирать, ты можешь делать все, что ты живешь, ты делаешь все. То есть это нельзя разделять эти термины. Если ты в минусе, в калорийном, ты однозначно будешь терять какой-то процент подкожного. Если ты в избытке, то ты будешь набирать чуть-чуть жира. Но мышечный рост, я глубоко уверен, что подобрав правильную методику тренировок, а для каждого человека методика тренировок своя, потому что у каждого человека преобладающие мышечные волокна, их структуры абсолютно индивидуальны. У кого-то это интенсивность, у кого-то это ниже интенсивность, больше вес, меньше повторений. Тренировка длится там 45 минут, и за 45 минут мы делаем там 10 упражнений, но они там все короткие. У кого-то это 50 упражнений. И рост можно получать на фоне уменьшения подкожной прослойки жира, мышечный рост. В зависимости, конечно, от опыта, но в последнее время, ты знаешь, я поменял немного свою систему тренировок на себе. И находясь даже в калорийном дефиците, я становлюсь сильнее. Это вообще абсурд. Просто абсурд. Просто, ну, бред вообще. И я не думал, что я могу так делать, а получается могу. Прикол. Я полностью, полностью поддерживаю, да. Для многих будет, наверное, сюрпризом, что я потребляю всего 1700 калорий в сутки, да и то еще и не каждый день. При этом силовые показатели существенно увеличиваются по мере регулярного тренинга. Да, это звучит абсурдно, но на интервальном голодании это 100% работает. Да. Чудесно. Еще один аспект. Часто встречается такая тема. Я перешел на интервальное голодание. Более того, я ужался до одного приема пищи в сутки. То есть я очень волевой человек. А значит, я могу жрать все подряд. Ха-ха-ха. Шикарно. Ты знаешь, Ходж Твенс показывает, что они могут жрать все подряд. И от этого, наверное, люди думают, что действительно, находясь целый день без еды, а пожру-ка я мороженого вместе с куском мяса. На самом деле, инсулинорезистентность от этого никуда не девается. Если ты дашь в конце 23-часового процесса окна голодания, например, лишних 150 грамм сахара из какого-нибудь странного десерта, это организм не будет сжигать жир. Организм очень быстро восстановит все запасы гликогена, и пойдет эта вся история в сало и в жир. И даже несмотря на то, что ты находишься без пищи длительного промежута времени, это не значит, что такие вольности позволят. Вольности, лично для меня, они выражаются, я говорил в каком-то видео о том, что для меня прям супер вольность – это кусок ржаного сухаря с маслом и медом. Вот это вот фантастика вообще. Это вот, значит, насколько я могу сместиться в порно еду, вот туда вниз. Вот это, наверное, самая глубокая часть, куда можно спуститься. Ниже всякие пряники, печенья. Этого очень хочется, однозначно. И если ты хочешь, ты это можешь съесть, чтобы не чувствовать себя несчастным, не чувствовать себя жертвой Иисусом, просто приложенным. Но есть никакой в этом смысл, если ты не хочешь этого. Зачем? Ты не хочешь, и ты прекрасно чувствуешь себя. Я лично чувствую себя прекрасно на фруктах. Я не считаю, что есть потребность какая-то. Есть дополнительные переработанные углеводы. Это психологическая зависимость. Да, друзья, раз уж Алексей вплел нотку религии в наш диалог, я резюмирую. Интервальная голда не индульгенция. И она не позволит вам жрать фастфуд. При этом чувствовать себя хорошо и приводить в норму свое тело. Сразу нет. Здоровое питание, обязательно. Однозначно. Мало того, организм настолько тонко настроен во время голодания, и он очищается, и он детоксируется от всего говна, которое присутствует в системе, что просто глупо взять и пожрать чего-то мерзостного. Вот у меня только сегодня было видео о том, какие жиры стоит выбирать, какие жиры стоит избегать. И я касался вопросов того, на каком масле готовится пристроенный быстрого питания. Это гидрализированные трансжиры, которые для организма это жесточайшая трава, которую человек бросает в себя после того, как он очистился на голодании. Но это по меньшей степени просто глупо. Когда ты чистый, когда организм говорит, дай мне что-то полезное, дай мне что-то чистое, дай мне, я буду расти, я буду развиваться, я отвечу тебе здоровьем, здоровой кожей, как отличное настроение, он тебе на дабл-финбургер съешь, дабл-финбургер, ну это же дитя полнейшая, зачем? Вне всякого сомнения, вне всякого сомнения. Мы с огромным уважением относимся ко всем подписчикам, которые приходят на наши эфиры, в частности на этот, но есть некоторые вопросы, которые мы принципиально не будем озвучивать, как-то экзогенный тестостерон и прочее. Не потому, что нет специальных знаний на эту тему, а потому, что это дичащий офф-топ. Совсем никаким образом не вписывается в то, что мы пытаемся нести, и в те знания, которые мы пытаемся вам дать. Это отдельная узкоспециализированная тема, для которой есть, да, которая имеет право на существование, но не в этом чате. Поэтому не сочтите это за неуважение, тот факт, что мы игнорируем некоторые вопросы. Да, у меня тоже на регулярных основаниях в эфирах ребята задают, а распиши курс на массу. Ну вообще такая дичь. Это, да, полностью противоречит всем убеждениям, о которых мы сейчас говорим. И вообще тема и кета, и интервального, и... Господи, это, ну вот вообще, вообще другая планета. Это разные полюса. Я могу сказать, что в свое время, да, я проходил все эти круги, участвовал на чемпионате Москвы в тяжелой категории, ну и естественно со всеми сопутствующими аспектами. Но с возрастом, и я думаю, многие к этому придут, мы при правильном подходе стремимся к максимальной практичности. Да, пища – это ежедневный аспект нашего существования, составляющего. Так вот, приложите максимум усилий, чтобы оптимизировать это и с точки зрения максимальной практичности. И в нашем случае, что в моем, в Тавал Алексее, приход к одному приему пищи в день, он не только несет в себе удобство, он упорядовывает ваши отношения с едой. Это просто источник необходимых питательных веществ, которые мы раз в день принимаем. Все, никакой зависимости, никакого вознаграждения сахарком. Мы же не собаки, черт побери. Или лошади, знаешь. Да, или лошадки, да. Скажи, пожалуйста, Алексей, а практика выхода за рамки 24 часов по периодам голодания присутствовала? Конечно, однозначно. Поделись, пожалуйста. Потрясающее ощущение. Вот потрясающее ощущение, когда ты ложишься спать после суток без еды, и ты думаешь, что под домом стоят идолопоклонники и говорят, ты на жертву никакой, ты молодец, ты не пожрал цветами и цветами, а никто на самом деле не стоит, ничего не происходит, и все на самом деле проходит очень просто, и жрать уже не хочется, а ты в голове такой, я жене ел больше суток, какой ужас? И вот это прикольно, потому что на второй день ты просыпаешься, и ты ложишься в смысле о том, что завтра я не проснусь, потому что я умру, а ты просыпаешься, и ты не хочешь есть. И это фантастика. Ты просто тупо не хочешь есть целый день. И работоспособность не то, что не отличается. Последний раз, когда я делал 48 часов, я чисто ради интереса пробежал 15 километров на второй день, и ощущения мои ничем не отличаются. Мне кажется, даже легче было, потому что вес меньше организма, все поперегорело ночью, весь гликоген восстановился из жира более чем адекватно, и энергии, ну, столько же, даже больше, наверное, потому что масса нет, там меньше тела, и ощущения намного легче. И 48 часов – это только 100. 72 часа – вообще без проблем. 72 часа они проходят совсем иначе. Ты просто даже забываешь о том, что есть пища. Ты что-то пьешь, ты там пьешь водичку, пьешь чаечек, ты чувствуешь себя прекрасно, и нет уже этого голода, как первый день. Я считаю, что вообще, на самом деле, самое сложное в длительных периодах без пищи – это первый день, всегда. Первый день, там, до 12, до 14 часов. Лично у меня, по ощущению. После 14, мне даже есть не хочется, даже первый день. Вечером ты чисто на автомате думаешь, надо же поесть, а потом думаешь, а, я делаю 48, ну, окей, до завтра. 72 пролетает, просто ты, ну, ты забываешь. И вот последний раз у меня супруга говорит, ты не хочешь поесть? Я говорю, а что надо, да? Она такая, ну, как бы, было бы неплохо, три дня. А, ну, окей, окей, хорошо, да. Давай сделаем, давай сделаем. Алексей, о тебе заботятся подписчики, просит тебя надеть шарф. Шарф? У тебя есть шарф? У меня нет, у меня маечка. Шикрис, у него нет шарфа, извините. Да, ребята, эфир мы, конечно, запишем. Еще вот хотелось бы добавить, да, к сказанному. Мы, наше сознание постоянно ведет диалог с нашим телом. И если вы адекватны, вы не зажмуриваетесь в моменты слабости. Вы открываете глаза на все свои пороки, недостатки. И это открытое понимание приводит к вашему развитию, к росту силы воли, к росту понимания. Постоянный диалог с собой, особенно хорошо и отчетливо слышен в периоды свободной от пищи. И тогда ваш мозг работает великолепно. Когда он не отягощен никаким чувством сонливости от углеводов, от пережора, от фаспада и так далее. Вы лучше понимаете свое тело в периоды, когда вы сдерживаете от пищи. Вот почему интервальное голодание – великолепная вещь. Абсолютно согласен. И есть даже кемпы голодания. В один из них сейчас поехала моя замечательная ученица Александра, сейчас она в Самарканде, и как раз там рядышком проходит кемп, где они уходят на неделю, на 10 дней. Люди туда едут делать глубочайшие детоксы, люди отключаются от системы полностью, лечатся от зависимости, разных зависимостей. И есть похожая история в России делается. Ребята уезжают вообще в тундру, а здесь как бы в Азии та же похожая тема, но только как бы немного другой пейзаж. И вот она сейчас там и будет практиковать, наверное, неделю или дни. Посмотрим. Я говорю, куда тебе… Она хотела 14 дней. Я говорю, тебе нет смысла 14 дней, но она просто умничка. Она бегает марафон, полумарафон и бегает. Ну там нечего сжигать особо сильно. Вот я говорю, сделай 7, сделай 10. И вот это единение со Вселенной, единение с энергией своей, оно приходит потрясающе, когда ты не отягощен действительно пищей и все это дело. Ведь йоги, медитации проводят все не на нажренный желудок. И связь с космосом еще никто не отменял. Это вообще отдельная история о энергетических отменах, о связи, о мышлении. И все это очень глубоко. И об этом мы еще обязательно поговорим. Сегодня у нас, да, тренировки. Да. Вот смотрите, мы коснулись таких серьезных и глубоких тем и много времени уделили интервальному голоданию. Однако, здесь должна пробежать строка. Ни в коем случае не делайте это без присмотра специалиста самостоятельно дома. Ребята, интервальное голодание потенциально несет невероятное количество бонусов. Но очень часто вы подходите к этому слишком, либо слишком быстро. Потому что, да, я же супер волевой человек. Да я прямо завтра начну есть один раз в день. И прямо завтра начну делать 48-часовые перерывы. Нет. Ничего, кроме вреда, вы от этого не получите. Особенно, особенно тонок в этом отношении женский организм, потому что его чувствительность к определенным гормонам чуть выше. И, дорогие девушки, в погоне за снижением веса не форсируйте никакие процессы. Сделав любое изменение, либо в сокращении периода приема пищи, либо в каких-то интервалах, дайте вашему организму время на адаптацию и прислушайтесь к его реакции. Только так, говоря со своим телом, вы можете пройти этот период безопасно. Последствия могут быть, ну, очень-очень неприятными. Однозначно, если, значит, есть девчонки, которые годами-годами-годами наедали, а потом у нее свадьба через месяц. Срочно нужно что-то делать. Или пляжный сезон. Срочно нужно что-то делать. И сдуру как бы можно много чего сломать. Да, нанести непоправимые вещи. Да, ну, я бы не сказал непоправимые. Я бы сказал, для девчонок самое, что неприятное, это смещение цикла женского. Когда они начинают просто тупо не есть и делать обезжиренный вариант, это очень сильно бьет по гормоналке. Однозначно, это нужно делать с умом и сознанием процесса и вводить организм в китоз. Это все требует времени. И самое большое заблуждение, это то, что нажиралось 10 лет, можно согнать за месяц. Это абсурд. Так делает только липосакция. И липосакция сама по себе не самая полезная процедура на планете. Друзья, у нас садится солнышко потихонечку. Я буду отключаться от вас. Да. Да и наш эфир уже подходит к концу. Мы были с вами аж целых 57 или 58 минут. Алексей, огромное спасибо. Как я уже и сказал, ты долгожданный и желанный гость в нашем кетолагере. И мы еще согласуем, возможно, какие-то тематические лекции в этой теме. Так что, ребята, всем спасибо, что были с нами сегодня. Если какие-то вопросы мы не успели ответить, пишите Алексею, если вопросы были к нему, или пишите мне. Мы с вниманием относимся к нашим подписчикам с любовью, с уважением и стараемся отвечать на все вопросы, рано или поздно. Однозначно, ребята, и именно отталкиваясь от этого, я делаю каждый день прямые эфиры у себя на канале, где мы каждый день выходим в прямой эфир, берем за заглавный вопрос какую-то тему, которая беспокоит наших подписчиков, они пишут, и я работаю в прямом эфире с вопросом, который на данном моменте у нас является ключевым, там минут 15-20, и потом отвечаю на вопросы, в прямом эфире на максимальное количество вопросов. Это каждый день, 30-35-минутные лайвы. И каждый день ты берешь какую-то конкретную тему, верно? Да, однозначно. Вот у нас сегодня тема была... Именно оттуда мы взяли формат своего кетолагеря, то есть утром пост на какую-то тему, а вечером часовой эфир и ее обсуждение. Это очень хорошо, детально прорабатывать какой-то один аспект. Да, я стараюсь максимально закрывать все вопросы, которые я могу, и как это называется по-русски, показывая людям, что неважно, насколько ты занят, неважно, насколько у тебя насыщенный график, главное – это целеустремленность. И я поставил себе задачу сделать месяц каждый день лайв, несмотря ни на что. Может быть, конечно, в этом месяце у нас будет день-минус, если у меня жена будет рожать. Но посмотрим. Мы будем стараться сделать до 21 января, закрыть ровно календарный месяц, каждый день лайв-эфиры, каждый день работая с вопросами, которые ребят интересуют. И этим я призываю ребят тех, которые не имеют в своем графике времени из-за того, что они работают, или у них комьют длинный, или у них занятость какая-то. Всегда есть время, всегда есть. Друзья, осталось 20 секунд. Надеюсь, вам все понравилось, и я получил огромное удовольствие от общения с Алексеем. Надеюсь, и вы так же. Что ж, ждем вас на наших каналах, в Инстаграме, в группах ВКонтакте, в Фейсбуке и так далее. Всего доброго.